В тысячах километров от Ленинграда находится этот город, крупный город, почти четверть миллиона жителей. А ведь не так давно многие утверждали, постоянно жить тут человек просто не может. Восемь месяцев лютует зима, и минус пятьдесят недиковин. До Северного полюса отсюда всего пара часов лёта. Это Норильск. Есть в Норильске дом, самый первый дом города. А построен он экспедицией, которую возглавлял Николай Николаевич Урванцев. В 1919 году появился в таймырской нехоженой тундре геолог. Декрет Ленина предписывал создать в устье Енисея угольную базу для нужд Северного морского пути. Но там оказался не только уголь. Под вековечным ледяным панцирем таились редкие медно-никелевые руды. И уже видел Савурванцеву металлургический завод в тундре. Но как строить на вечной мерзлоте за тысячи немеренных верст от железной дороги? Это непривычно, трудно, дорого, да попросту невозможно. Не убеждают даже огромные запасы сырья. Работы свернуть. Но Урванцев не согласен. Он борется. В спор вынужден вмешаться председатель ВСНХ Дзержинский. Дзержинский призвел на меня впечатление очень жесткого человека. Решительного, смелого. Он не разговаривал. Он сказал, работаю в Норильске, надо продолжать. И все. Сегодня самый северный в мире Норильский горно-металлургический комбинат это уникальный памятник мужеству первых. На десятках предприятий идет освоение несметных кладов Таймыра. Медь, никель, фоболь, платина. Николай Николаевич свято верил в свою мечту. И эта вера передалась другим поколениям геологов. Открытое в 60-х годах Толнахское месторождение как бы осветило промышленный Таймыр новым светом. Руды здесь на многие-многие десятилетия. С ее потоком перестали справляться существующие заводы. И неподалеку от Норильска на плато Надежда, названном так Урванцевым еще в 20-е годы, строится новый металлургический гигант. С его пуском мощность Норильского комбината возрастает в полтора раза. А ведь всего шесть десятилетий прошло. Почетный гражданин города Николай Николаевич Урванцев. Он и Елизавета Ивановна всегда самые желанные гости Норильска. В этом домике встречаются они со своей молодостью. Кажется, еще недавно здесь все начиналось с нуля. Отсюда пошел нынешний Таймыр. Мессояхское месторождение снабжает комбинат и город природным газом. Самая северная в мире хантайская гидроэлектростанция дает всему комплексу дешевую энергию. Почти круглый год в Енисейский порт Дудинку приходят с большой земли транспорты с грузами. А уходят с продукцией Норильского комбината. Действительность превзошла все самые дерзновенные мечты. Николай Николаевич Урванцев. Всю жизнь он расшифровывал белые пятна на картах. Был соседом по времени с Нансеном и Амундсеном. Работал с Попаниным и Шмидтом. Зимовал с Ушаковым и Бегичевым. Завидная судьба. Судьба первооткрывателя. Приходилось мне бывать в очень трудных условиях. Но когда взберешься на вершину горы совершенно до этого неизлученной и неисследованной земли на участок, где не ступала еще нога человека и осмотришься кругом, видишь эту новую неисследованную землю, поднимешь образцы горных пород, и вот испытываешь при этом такое глубокое моральное удовлетворение, такое счастье, которое компенсирует все трудности и лишения, которые приходится при этом переносить. Вот, по-моему, это и есть счастье. Счастье в новых открытиях. И снова уходят в поиск геологи. Уходят с верой в свое счастье, с надеждой на свои города. Этому ленинградцу 88 лет. Если бы предложили мне пожить жизнь санва, я также пожелал бы прожить. В жизни были свои ошибки, свои отступления, но ничего из того, что прошло, ничего пережить, я ни от чего не откажусь. Иной жизни я не захотел бы прожить. Стены его квартиры хранят следы прошлого. 88 лет позади. И 58 из них прожито рядом с верной спутницей, женой Елизаветы Ивановны. Годы принесли признание Родины. Раз в четверть века присуждалась эта большая золотая медаль географического общества. Во исключительные заслуги награжден ею Николай Николаевич Урванцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова